Провели сегодня четвертую игру с командой, которая находится в шестерке, в таблице. Вы из них две проиграли, вы сейчас вторую выиграли. Ну, оповедайте, непросвещенные публики, все-таки, наверное, к Спартаку сегодня готовились, как-то специально разбирали игру. Я не поверю, если вы скажете, что готовились нормально, как к любой игре. Ну и не верьте. Действительно, обычная подготовка, никакой там сверхнакачки не было и не должно быть. Наоборот, надо было снять напряжение с ребят, поэтому обычно и разбор, и даже там много не акцентировали внимания, что на сопернике, наоборот, больше принципов своих, что нам необходимо делать в тех или иных ситуациях. Поэтому честь и хвала ребятам, что сегодня я уже сказал сейчас на флэш интервью, что команда сегодня играла сердцем. Это такая духовитая победа, потому что энергетика трибун, так скажем, подстегивала. Но вы видели те глаза ребят, которые бились так отчаянно. Но самое главное, пока что достаточно хорошие моменты были. Поэтому довольны результатом победы в дерби сегодня. И еще один вопрос по Пеняеву. Вот сегодня вы его оставили до конца, то есть Пеняев дождался своего часа, и теперь у него шансов выходить на целый матч стало больше, скажем так. Ну, знаете, мы шансы не взвешиваем, так сказать. Есть текущий уровень подготовленности, есть игра и качество игры того или иного игрока. Он сегодня играл хорошо, да, понятно, что, ну, какие-то моменты были, которые надо поправлять, но мы не видели какой-то целесообразности, больших изменений делать сегодня. Потому что в такую игру очень тяжело входить, да, по ходу матча. И Серега сегодня играл хорошо, да, концовочки немножко не хватило, чтобы забивать, но тот объем работы и тот функционал, который сделал. Ну, голевую передачу он отдал сегодня в первом тайме хорошую, то есть очень хороший матч. Вы в перерыве не подметили то, что нужно его побольше нагружать, потому что игра у него идет? Ну, прямо так не акцентирую внимание, больше на других деталях. Тактических, так скажем, когда соперник определенные нюансы в первом тайме старался делать, мы это сразу подметили и, соответственно, в перерыве на это обратили внимание. Но очень главный был посыл, это ни в коем случае не отдавать инициативу сопернику, продолжать действовать в том же духе, стараться оказывать давление на центральных защитников, чтобы они свободно не начинали свои атаки. В принципе, я думаю, что вот эта передняя группа плюс опорные полузащитники достаточно очень большой объем работы выполнили в этом плане. Спасибо. Андрей, редко тебя видно. Ирина Панкова, чемпионат, спасибо, взаимно. Михаил Михайлович, победа, и спасибо за классный футбол. Не знаю, задавали вам уже этот вопрос или нет, но по Бутракову, по игровым качествам все понятно, да, и то, как он воспринимает, все, что сейчас у него получается максимально спокойно. Но ведет, проводите ли вы какую-то работу с ним, может быть, индивидуальную в плане разговора, чтобы не случилось какой-то там болезни звездной, чтобы корона на голове не выросла после этого? Потому что это достаточно легко словить в этом возрасте. Вот есть ли у вас ощущение, что это не про него, и действительно есть ли, может, какие-то разговоры с ним на эту тему? Ну нет, прям так невызываемого и не говорим, вот если у тебя завтра начнется звездная болезнь, мы тогда там что-то, да? Нет, конечно, идет нормальный рабочий процесс, команда его поддерживает, он очень приятный парень в человеческих отношениях, поэтому футбольные детали, игровые детали, нюансы проговариваем. У него хорошее окружение в этом плане, мы видели семью, он сам очень доброжелательный, и команда его очень поддерживает, поэтому на сегодняшний день таких предпосылок нет. Спасибо. Дим. По поводу сорокшего сегодня, он уютный матч провел, он оказался в нужном месте, в нужное время, почему его главная задача находим? То есть он прям полноценный участник в группе атаки, или он как второй для него секретное оружие, и насколько сегодня это будет классический матч по... Но мы вам сейчас все расскажем, все детали, в следующем матче вы его не увидите, потому что его закроют, да? Давайте мы так, так скажем, какие-то, весь функционал не будем рассказывать. Есть детали игры, на которые мы обращаем внимание, да, что от него требуется. Я сейчас, еще раз, я, может быть, повторю, сейчас вот только что буквально на флэш сказал, он играет сейчас раскрепощенно, так как вся команда. Нет такого, знаете, как груза ответственности, что кто-то на него давит, и есть требования игровые, да, безусловно, когда необходимо делать в определенных зонах, что необходимо делать в обороне, что в атаке, что в переходных фазах. Поэтому этот отрезок он проводит достаточно качественно, он заслужил своей игрой, вызвал национальную сборную, да, на этот отрезок времени, поэтому и его результативность тоже связана с тем, что качество и его работоспособность, она приводит в желаемый результат. Спасибо, коллег. Еще один вопрос, да. Еще один вопрос, просто сейчас очень много говорим, ну, со всеми коллегами обсуждали, что есть такое осуждение, что у нас есть молодая команда, ну, духовитая победа, что это штука, которая может не станется не сработать для такого молодого коллектива. Как вы с этим ощущаете? Ну, условно, когда в команде есть несколько 30-летних человек, которые, ну, какой-то опыт, матерость и спокойствие, вы знаете, это, ну, вроде бы, классический состав. У вас очень молодой состав, и чувствуете ли вы какое-то спокойствие, что это все может работать на дистанции, окей, уже работает на дистанции, но на дистанции из всего чемпионата. Вы знаете, мы видели очень много примеров и в российском чемпионате, и в различных лигах, когда была команда опытная и не было результата, да, когда были футболисты опытные и неудачно играли, вылетали, еще что-то, да. А были, наоборот, да, футбол, группа игроков, которая показывала в различных лигах, не только в наших, которая показывала добротный футбол. Самое главное на сегодняшний момент я вижу, как ребята работают, как они тренируются, как они выполняют эти требования, на которые мы акцент делаем, да, по нашим принципам игры. Но очень важный момент, это та идейность команды, идейность тренерского состава, идейность на всего клуба, и вот это, знаете, как я сегодня назвал это, я им ребятам сказал, мы играли сердцем сегодня, да. И еще раз говорю, та энергетика трибун, спасибо огромное болельщикам, которые сегодня пришли поддержать, и те, кто болели в экранах, телевизорах. Это был прекрасный матч сегодня, в такой прекрасной и шикарной атмосфере. Михаил Макланович, здравствуйте, Алексей Хасанов, Арбаспорт. В прошлый раз, когда вы отвечали на вопрос о чемпионстве, вы сказали, что хищник, когда почувствует запах мяса, он хочет его есть и есть. Усилился ли аппетит у локомотива сейчас? Я думаю, что кусочек мы сегодня ущипнули, окусили. Свой кусок, да, поэтому мы говорили не о каких-то глобальных вещах, мы говорили о конкретных матчах, когда ты как тренер, игроки выиграли, они хотят дальше выигрывать, мы хотим выигрывать. И все дело, есть конкретный матч, конкретная задача, которую надо решать и, соответственно, дальше идти поэтапно. Конечно, когда, еще раз говорю, это, как сказать, этот вкус побед, он есть, и, естественно, ты хочешь его дальше развивать.